В России подводят первые итоги программы «Дальневосточный гектар» ровно два года назад. Всем желающим дали возможность получить участок земли, который потом можно будет оформить в собственность. Теперь там уже новые населенные пункты. О тех, кто их строит. Геннадий Корселев. Раздражающий грохот строительной техники, сигналы машин в пробках, толпы людей, которые куда-то спешат и просто сбивают друг друга с ног. От шума и суеты порой хочется бежать. Не поверите, из-за этого кто-то и вовсе решается сменить прописку. Большой город на Таежную глушь. Так за последние два года сделали десятки тысяч россиян. В этом им помогла программа «Дальневосточный гектар». Житель Владивостока Андрей Попов оформил не один гектар, а сразу девять на себя и своих родственников. В прошлом бизнесмен, в будущем фермер. А сейчас он сам себе строитель. Проложил дорогу к своим наделам, заканчивает возводить дом. В юности, конечно, хочется в молодости потусить в городе, где эта движуха вся, энергетика. А потом в какой-то момент наступает понимание того, что хотелось бы размеренности, спокойствия, природы, чистого воздуха, чистых продуктов. Планы грандиозные. На этом пустыре уже через год должна появиться перепелиная ферма. Поодаль от нее будет пастбище для коров. А здесь фермер собирается разводить древесные грибы шиитаки. Право на свой дальневосточный гектар с 1 февраля 2017 года имеет каждый россиянин. За это время подано почти 130 тысяч заявок. Кроме самих дальневосточников, землю довольно активно берут жители Москвы, Петербурга, Симферополя, регионов Урала и Сибири. Пользуется спросом земля, находящаяся вокруг агломерации. То есть там, где достаточно небольшие затраты для подключения электричества, проведения инфраструктуры. Рядом с тем местом, где живут люди. Но кто-то специально выбирает на дел подальше от цивилизации. У жителя Сахалина Алексея Ткаченко – питомник ездовых собак. В планах построить этническую деревню, чтобы как можно больше людей приезжало покататься на собачьих упряжках. Еще хочу сделать, построить чумы небольшие, чтобы люди приезжали к нам с ночевкой, отдыхали у нас, жили тем же самым, как и мы живем. Посмотрели, как это вообще жизнь в питомнике. Для привлечения участников в программу «Дальневосточный гектар» в регионах разработаны специальные меры поддержки. На Сахалине обладателям участков компенсируют 40% затрат на строительство дома. А в Хабаровском крае можно получить льготный кредит на развитие бизнеса, покупку техники и стройматериалов. Ну что, хана наполеоновским планам. Камаз сидит, дорога будет не закончена сегодня. Затем, как блогер Михаил Утробин, осваивает свои пять участков каждый день. Следят более 4000 подписчиков в соцсетях. О нем в новостях Первого канала мы уже рассказывали полтора года назад. Тогда здесь было чистое поле. Сейчас это место не узнать. Михаил провел дорогу, установил столбы для электросетей, сделал дренаж вокруг территории. Наконец, построил дом для семьи, а еще возвел коровник. Буренки уже дают молоко. У меня сейчас вся продукция уходит в ноль конечным потребителем, минуя всех посредников. Есть аудитория, которая видит, как я к этому всему отношусь. И чтобы был качественный продукт на столе у моих покупателей. Федеральный проект оживил некогда пустующие территории. Ожидается, что скоро участников программы станет значительно больше. В состав Дальневосточного федерального округа недавно вошли Бурятия и Забайкальский край. Там с июля этого года тоже начнут раздавать земли для освоения. Геннадий Хриселев, Ян Савицкий, Алексей Шиян, Вячеслав Лукашенко, Дмитрий Климов и Наталья Сидорова. Первый канал. Дальневосточное бюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова